Слушайте, давайте сразу договоримся, что не будем слишком серьезными. Я планирую рассказать вам очень классную историю. Историю про то, как вчерашним утром я проснулся богатым человеком, и про то, как я до сих пор не могу поверить в это. В ней будет замешано 12 миллионов рублей, налоговый инспектор, 20 тысяч человек и целая куча совершенно невероятных событий. Рассказывать такие вещи серьезным лицом просто неприлично. Но для начала представлюсь. Меня зовут Сергей Грань, я совершенно настоящий человек, меня можно даже потрогать, конечно, если заранее об этом договориться. И даже фамилия у меня настоящая. Да-да, Грань. Вот это я, точнее моя довольная физиономия. Вот это смешной зверь под названием бентуронг, он продаст вам душу за банан. Вот это остров Бали, на котором я теперь радостно проживаю. А вот это бивень, ну просто в кадр попал чей-то бивень, что тут такого. А еще не могу вам не рассказать. Вчера на первый этаж нашей виллы залезла ящерица длиной 30 сантиметров. Я так охренел, что прервал собеседование с очередным кандидатом и пошел будить жену, чтобы ей показать. Прикол даже не в том, что ящерица была 30-сантиметровой. А в том, что она, черт возьми, ползла по стене нашей гостиной. Тут на виллах принято первый этаж делать открытым. Какое отношение эти все обстоятельства имеют к моей истории? Самое прямое. Скоро все станет на свои места, и вы ахнете. Потерпите немного. А пока скажу, о чем история. Она о том, что неожиданно наступила середина марта, и словно в весенний снег на голову упала необходимость подачи налоговой декларации. Я взял калькулятор и узнал, что я миллионер. Это история о том, как я проснулся богатым человеком. Теперь по порядку. Мне 27 лет, я родом из Петербурга. С большой вероятностью вы видели мою физиономию в интернете в этом году. Потому что в этом году она была словно в каждой бочке затычка. Это ваш непокорный слуга. И этот странный парень из новостной ленты. Тоже я. И вот это, страшно признаться, опять я. Кстати, эта нашумевшая провокация не имеет ко мне никакого отношения. Думаю, это фото можно не комментировать. Опять Сергей Грань. В общем, все эти, и эти, и эти, и эти, не в меру самовлюбленные товарищи имеют ко мне самое прямое отношение. Предлагаю не разглядывать каждого по отдельности. Короче, возможно два варианта. Либо вы уже со мной знакомы, прямо косвенно, телепатически. Либо весь прошлый год вы вообще не пользовались интернетом. Почему я в этом так уверен? На это есть два обоснования. Первое. Когда однажды осенью один мой сотрудник поехал куда-то под Самару в отпуск и встретил там школьного друга, друг сказал ему, в моей новостной ленте есть всего две темы – интернет-магазины и Сергей Грань. Ты не слышал об этом? Мы потом всем офисом полчаса ржали. Но это был первый звоночек. Второе. Через месяц, когда мой свежеиспеченный директор по маркетингу, кстати, стоимостью 200 тысяч в месяц, пришел в одно из крупнейших маркетинговых агентств России и сказал, давайте двигать Граня. Ему простодушно так ответили, ваш Грань уже всех заебал. Извините, цитата. Мы потом опять полчаса всем офисом ржали, но директора по маркетингу я уволил, потому что переговоры эти он так и не осилил. Это был второй звоночек. В общем, в этом году я неожиданно сам для себя покорил интернет. И только благодаря звонку налогового инспектора узнал о том, что стал миллионером. Давайте же скорее переходить к истории о том, как это произошло. Думаю, мой удивительный рассказ окажется очень полезным для тех, кто принял твердое решение зарабатывать больше 50 тысяч в месяц. Готовы рубить капусту? Тогда поехали. Завязка истории очень прозаична. Я 7 лет занимался бизнесом. На наемной работе побывать так и не удалось. Был свой детский лагерь, была киностудия, было 8 филиалов в 8 городах, был тренинговый центр, была компания по установке турников и много других веселых штук. Когда я учился в университете, я говорил себе, Грань, все что угодно, только не занимайся бизнесом. В итоге я стал бизнесменом. Потом у меня попер тренинговый центр. Мы учили людей делать мультики, фильмы, рисовать, изобретать, танцевать, выступать, клеить иностранцев, в общем, чему только не учили. Я говорил себе, Грань, все что угодно, только не учи людей делать бизнес. Но у Бога были насчет моей кандидатуры совсем другие планы. Через несколько лет именно обучение бизнесу стало центром моей компании. Ладно, друг, это еще терпимо, твердил я себе. Все что угодно. Держись всеми силами, но только не становись инфобизнесменом. Ты выше этого. И я держался как мог, всячески убегая от своей судьбы. Я всеми зубами хватался за оффлайновый центр. Я старался смотреть на инфобизнесменов свысока. Пока однажды не наступил вчерашний день, и я не начал заботиться о своей апрельской декларации и не обнаружил, догадываетесь? Я проснулся и понял, что я инфобизнесмен. Черт, я все-таки до этого докатился. Когда успел? Почему такая судьба? Или наоборот? Куда я катился все это время? Вниз или наверх? Пускай это рассудят историки, когда будут выбирать эскиз для моего памятника. А пока скажу одну штуку, которую я понял. Я оказался в той точке, от которой всегда бежал. В точке, которая всегда казалась мне чем-то, что уж точно ко мне не относится. В точке, окутанной огромным количеством мифов и предрассудков. Мне все говорили, не ходи в этот запретный город. И я старательно не ходил. Но однажды я случайно загулялся, задумался и сам не заметил, как забрел в него. И вот вчера я неожиданно остановился. Я поднял глаза, огляделся по сторонам и понял, что уже нахожусь в нем. За этим шокирующим открытием сразу же, словно какой-то удар, пришло второе. Я понял, что это место гораздо лучше всех тех, в которых я бывал раньше. Запретный город оказался местом, наполненным радостью, самореализацией, богатством. Чувством щемящей, неудержимой свободы, которая переполняет все сердце и грудь. Он оказался местом, в котором я наконец почувствовал, что хочу остаться здесь навсегда. Потому что такого кайфа от жизни и работы я не получал до этого никогда. Потому что такой пользы для такого огромного количества людей моя компания не приносила еще никогда. Потому что только теперь я пережил глубокое значение слова «самореализация». Короче, я упал в инфобизнес. Или скорее взлетел. Причем взлетел очень быстро, ровно за один год. Еще ровно год назад я ни за что бы не сказал вам, что имею отношение к инфобизнесу. Ну вот, на прошлой неделе мне позвонил инспектор из ФСС, и я вспомнил о надвигающейся декларации. Я позвонил своему администратору, дал задачу подготовить балансы и суммы налоговых выплат, а сам сел за ревизию прошедшего года. Здесь наступил реальный шок. Пока мой администратор считал балансы, я открыл глопарт, шлюз, на который падает часть моих денег от инфобизнесовых штук. Какую сумму я ожидал увидеть в годовом отчете глопарт? Ну миллион, ну полтора. Открылась табличка, которую вы видите на экране. А в ней еще, как назло, нет сумматора. То есть годовой итог непонятен. Ладно, я не поленился забить циферки в эксель. И он честно выдал мне итог. Четыре с половиной миллиона рублей. Блин, когда я успел получить на глопарте столько бабла? И куда я его просрал? Второй вопрос, который появился где-то на границе моего сознания. И ведь это только глопарт. Уже чувствуя вкус приключения, я полез на свой второй платежный шлюз – Z-Payment. Я в детстве прочитал в какой-то книжке смешное выражение. У меня засосало под ложечкой. До сих пор не могу понять, как это и где эта ложечка. Так вот, я испытал это ощущение. Знаете, когда? Когда обратил внимание, что в списке завершенных операций за год 25 страниц по 50 операций в каждой. Бам-бам-бам! 1250 входящих! Z-Payment помучил меня, потому что годового отчета у них нет. Пришлось все выгружать в эксель и там суммировать. Итог, ну, тоже неплохой. 5 миллионов 300 тысяч. Дальше пошла рутина. Я решил вкопаться в вопрос и начал перебирать подряд все каналы. Яндекс, Вебмани, Велитван – везде одна картина. Инфобизнес составляет основную часть дохода. Итог ревизии – более 12 миллионов рублей за год только через направление инфобизнеса. Есть такие парни, что бегут за каждой юбкой. У меня другая проблема. Я бегу за каждым тренингом. Я всегда скупаю и прохожу все, что мне нравится. Так вот, знаете, какой мне нужен тренинг? Я уже название придумал. Как тратить бабки, чтобы к концу года знать ответ на вопрос – куда ты дел 12 миллионов? 8 простых шагов – бесплатный вебинар. Вот на такой мастер-класс я бы реально сходил. Ладно, 12 лямов. Делим, умножаем, прикладываем мозг и понимаем – это больше миллиона в месяц. Кто-то умный сказал, что миллионер – это человек, который делает больше миллиона в месяц. Выходит, я миллионер? Я второй день ношу это откровение в своей голове и никак не могу привыкнуть к нему. Оказывается, я не просто незаметно стал инфобизнесменом. Я стал успешным инфобизнесменом. Карамба! В этот момент в моей голове пронесся вихрем набор ключевых показателей успешного инфобизнеса. Я сбегал в бассейн на полчаса, привел в порядок мозги и залип в интернете. Открывая вкладку за вкладкой, я как завороженный проводил спонтанную ревизию собственного бизнеса. Партнерская страница Глопарта показала мне, что у меня 1538 партнеров. Ребята, когда вы успели? Страница на Just Click'е показала мне еще тысячу партнеров. Причем, судя по цифре 999, у Just Click'а на этом месте просто счетчик закончился. Итого, 2500 партнеров. Выходит, я очень круто шарю в партнерках. На душе стало тепло, и я двинулся дальше. Just Click' показал мне, что в мою подписную базу насыпалось больше 50 тысяч человек. Плюс десятка лежит на респондере. Итого 60. 50 тысяч не такая уж и большая база для зрелого инфобизнеса. Но я вдруг задался вопросом, сколько времени я ее реально собирал? Я впервые озаботился собственной подписной базой в июле прошедшего года. А закрыл каналы подписки в ноябре. Выходит, 4 месяца. Я за 4 месяца собрал с нуля подписную базу в 60 тысяч человек. Ахтунг! Я не знаю, как вам это объяснить. Знаете, когда ребенок растет, у тебя на глазах не замечаешь изменений. Как вдруг спохватишься. Ё-моё! Уже в школу пошел! Когда успел? Примерно это со мной происходило. Прошедший год промелькнул у меня перед глазами. Все началось с того, что я начал собирать вебинары по тысяче человек каждый. У лидеров рынка бывают и больше вебинары. Но только я собирал по тысяче человек каждую неделю на протяжении 4 месяцев. Каждую. Такого не удавалось никому. Я мысленно повесил себе медаль на грудь, расцеловал и пошел дальше. Конверсия моего вебинара по сырой аудитории колебалась от 18%, что круче, чем у основных игроков, до 27%, что является абсолютным рекордом на рынке России. А может и на мировом тоже. За 4 месяца больше 20 тысяч человек поучаствовали в разных акциях моей компании. Больше 2 тысяч стали моими клиентами. Набежало сообщество ВКонтакте на 10 тысяч человек. Ролик на Ютубе набрал 150 тысяч просмотров. Кстати, вот еще один жесткий прикол с Ютуба. Если вы наберете, например, запрос «Бизнес обучение», то из 20 роликов, которые вам выдаст Ютуб на первой странице, почти половина – мое промо. Как говорят люди, встречая Дэвида Блейна, в рот мне ноги! Как он это делает? Короче, ребята, я понял, что я не просто инфобизнесмен. Ровно за один год на этом рынке я выпрыгнул в топ. Это открытие стало для меня очередным шоком, но не последним. Черт возьми грань, ты расскажешь нам, как ты это сделал! Да, но немного позже. Сначала я хочу поделиться с вами самым главным, самым неожиданным и, возможно, самым ценным для вас открытием, которое я сделал в этой неожиданной вспышке. Мы сидели с женой в небольшом ресторанчике прямо на берегу океана. Я смотрел на волны, на медленно заходящее солнце. Наши мягкие бесформенные кресла стояли прямо на песке. До озарения оставалось несколько секунд. Мои мысли текли легко и спокойно. Я приехал на Бали ненадолго, на пару неделек, покататься на доске, передохнуть. Потом вдруг оказалось, что прошел месяц. Я думал слетать еще куда-нибудь, но поленился. И просто продлил визу. И остался. Подошел к концу второй месяц. Мы с ребятами с моего бизнес-курса улетаем сейчас в Египет. Заниматься виндсерфингом. Там сейчас сезон. Я сидел и думал, задержаться в Египте на пару недель, или рвануть в Тибет, или уехать на неделю в Москву и там получить визу в США. Я раскладывал эти варианты в голове примерно так же, как раньше я думал о том, в какое кафе сходить пообедать. На автомате я скинул шлепки и засунул ноги прямо в горячий песок. И это случилось со мной. Я открыл глаза и как будто проснулся. Мир был таким ярким, таким реальным. Он был настолько невообразимо существующим. Одно простое и ясное понимание из нескольких слов светилось в моем сознании. Я же просто взял себе такую жизнь. Я просто взял. Боже, услышьте силу этого слова. Не создал, не построил, не завоевал. Как ты сделал это? Я просто подошел и взял. Как товар на полке в магазине. Как конфеты на маминой кухне. Как землянику на лесной поляне. Ведь так можно было. Я подошел и взял. Взял себе другую жизнь. Мы очень часто, когда видим какой-то вариант жизни, говорим «мне не дано». Попробуйте заменить в своей голове слова «мне не дано» на слова «я просто не взял». Подумайте об этом. Как я сделал себе эту жизнь? Да никак, я просто взял. Вы же не подходите к человеку, который идет из кафе с чашкой кофе и не спрашиваете «как ты сделал это?» А если спросите, он ответит «ну вот там за углом неплохой кофе. Я подошел, заказал американо с молоком». Какую жизнь вы хотите? Такую? Ну так возьмите ее. Как вы берете кофе? Вы идете туда, где есть кофе. Вы узнаете цену. Вы платите цену. Происходит обмен. Вы получаете кофе. Пойдите туда, где есть жизнь, которую вы хотите. Узнайте цену. Заплатите цену. Произведите обмен. И возьмите себе эту жизнь. Я мечтал о ней 7 лет. А надо было просто встать, подойти и взять. Вот баклан. Я сидел как обухом по голове стукнутый. В это может быть очень сложно поверить. Просто представьте, со всей этой морокой, с закрытием офиса, а свернуть офис на 400 квадратных метров было непросто, с переводом людей на дистанционную работу, с билетами, визами, выбором виллы, подключением интернета. Я просто не успел заметить, как взял себе совершенно другую жизнь. Я в спешке забежал в магазин, переоделся в нем в самый дорогой костюм, выбежал, полетел дальше и вдруг остановился, как вкопанный у зеркальной витрины. Ведь этот костюм – то, чего я всегда хотел. То, о чем постоянно думал все эти годы в бизнесе. Ведь эта жизнь – это оно и есть. То самое баунти, которое рисуют в перспективах всех бизнесменов. И эта жизнь теперь моя. Не переживайте, я обязательно скажу вам, что именно я делал. Поделюсь практическими советами. Мне это ничего не стоит. Но просто то, о чем я говорю сейчас, кажется мне самым, самым важным в моей истории. Смотрите, сейчас станет понятна моя главная мысль. Вот это первый этаж виллы, в которой мы живем. И здесь просто очень хочется быть. Здесь хочется общаться, готовить еду, просто сидеть и пить вечером горячий чай. А это наша спальня на втором этаже. И мне хочется лежать на этой кровати и есть свежую клубнику, потому что это круто. Это бассейн, из которого меня вообще невозможно вынуть. Ни утром, ни днем, ни вечером, ни ночью. И это не каникулы. Мы так живем. Я это показываю не для того, чтобы вы завидовали. Это не специальный маркетинговый прием. Я вообще эту презентацию сделал за несколько вечеров на одном дыхании. Я одну мысль хочу донести. Хочу вам крикнуть этим видео. Люди, тут так круто. Я прямо не могу. Охрененно круто. Просто давайте все сюда. Не на Бали, я имею в виду. А в эту крутую жизнь. Свободную, прикольную, яркую, дерзкую. Я как будто звоню старому другу и делюсь впечатлениями. Слушай, я даже не думал, что когда жена меня спросит. Сережа, на какой вариант сафари мы поедем? А я ей отвечу. Золотце. Бери самый-самый дорогой, какой у них там есть. Я испытаю от этого такой кайф. Мужики. Девушки. Мальчишки и девчонки. А также их родители. Я вам просто сказать хочу. Тут очень круто в этой жизни. Понимаете, тут все по-другому. Брать самую красивую виллу. Классно. Когда к тебе приходят и каждое утро все убирают. Когда каждую неделю твои вещи забирают, стирают, гладят. И потом возвращают в целлофановых пакетиках. Это не излишество. Это просто очень приятно. Машина со своим водителем. Это вообще что-то нереальное. Только знаете, есть такой неосознанный прием. Назвать плохим то, чего не имеешь. Чтобы не жалко было. Нет молодости, обругаешь ее и легче стало. Нет богатства, скажешь, что все украдено и уже не так обидно. Нет секса, скажешь, что секс грязный и уже гордишься собой. Так вот, не делайте этого сейчас с самими собой. Не отказывайтесь иметь то, чего достойны. От такого огрязнения хуже только вам. Вернусь к моему призыву. Понимаете, такие мелочи их не видишь, когда в обычной жизни живешь. Ну вот, например, не будешь ты себе на обед брать картошку, вырезать из нее сердцевину, класть туда овощи, посыпать сыром и запекать в духовке. Поэтому кушать в ресторанах круто. Вкусно так жить, понимаете? Всем, кто застрял в наемной работе, в маминой квартире, в страхах и сомнениях, в отложенных на послезавтра мечтах, мне хочется крикнуть «ИДИОТЫ». Но не для того, чтобы обидеть, а для того, чтобы встряхнуть. Потому что я сам был таким же «ИДИОТОМ». Потому что тоже запрещал себе реализовывать себя на всю катушку. Потому что тоже боялся искренне слышать свои желания. Потому что тоже прятал голову в текущие заботы и проблемы. Я кричу вам за тысячи километров «Бросайте свои ложки, поварешки и давайте сюда, в эту жизнь». Зачем? Да просто потому, что вы талантливые. Потому что вы красивые. Потому что умные. Потому что можно просто подойти и взять. Смелости немного. Смелости. Решайтесь. Я верю в вас. В каждого, кто досмотрел до этих строк. На этом с первой частью все. Теперь передохните немного. Если появился запал, не дайте ему погаснуть. Ставьте на паузу минут на пять. Заваривайте чай и готовьте бумагу и ручку. Сейчас я объясню, что и как я делал. А пока делаете небольшой перерыв, подумайте. Почему вам попалось это видео? Почему сейчас? Почему вы досмотрели до этого момента? Ведь только процентов 20 до сюда доходит. Итак, передохните пять минут. И приготовьтесь писать. Поехали. Ловите на лету, потому что повторять дважды я не буду. Сперва маленький быстрый ликбез. Полезным будет и для тех, кто в теме, и для тех, кто первый раз в жизни слышит об инфобизнесе. Абсолютно любой инфобизнес в мире состоит из четырех базовых элементов. Это трафик, фронт, оффер и бэк. Вы не сможете найти и привести пример инфобизнеса, который не сводится к этой схеме. Трафик – это та часть бизнеса, которая отвечает за привлечение новых клиентов. Попросту реклама. Ваша задача, чтобы на ваших сайтах, страницах и т.п. было много посетителей. За это отвечает трафик. Посетители из привлеченного вами трафика попадают на фронт продукт. Это некий бесплатный информационный продукт, который выполняет функцию пробника. Люди пробуют, им нравится то, что вы даете. Тем, кто попробовал ваш бесплатный продукт, вы делаете предложение о покупке платного продукта. Если бесплатный им понравился, они приобретают платный продукт. Тот элемент, который отвечает за предложение платного продукта и продажу – оффер. Далее, тем, кто совершил покупку, вы предоставляете некий платный продукт, который удовлетворяет их потребность. Это бэк. Задача бэк продукта в том, чтобы помочь клиенту решить некоторую проблему, которая у него есть. Итак, есть люди, у которых есть проблема. Не могу заработать деньги. Не могу увеличить продажи. Не могу удовлетворить мужчину в постели. Не могу похудеть. Не могу купить квартиру. Не могу наладить отношения. Не могу выучить язык. Не могу найти работу. И т.п. Вы приглашаете их, например, на свой сайт. Далее, вы знакомите их со своим фронт продуктом. Вы показываете им способы решения их проблемы. Делитесь техниками, советами, секретами. Ваши посетители начинают улучшать свою жизнь. Наступает этап оффера. Вы делаете своим потенциальным клиентам предложение. Рассказываете о своем платном продукте. Осуществляете продажу. Люди, у которых есть острая потребность, совершают покупку. Далее, вы предоставляете им платный продукт. Они решают свою проблему и становятся немного счастливее. Итак, всегда есть четыре этапа. Трафик, фронт, оффер, бэк. В результате вашей работы мир наполняется людьми, которые научились ремонтировать кран и выбирать недорогие туры. Качать бицепсы и находить креативные решения. Профессионально фотографировать и готовить вкусную еду. А еще людьми, которые научились вести успешные переговоры и играть на электрогитаре. Зарабатывать деньги и быть привлекательными для другого пола. Поддерживать себя в форме и летать на метле. Люди стали счастливыми. Вы стали богатым и реализованным. И тоже немного счастливее. Это обмен инфобизнеса. Хочу назвать вам пять основных преимуществ инфобизнеса. Первое. Инфобизнес – один из самых полезных видов бизнеса. Продавая человеку диван, еду, украшения, вы делаете его жизнь немного лучше. Но косвенно. А вот когда вы продаете человеку обучение, решение его проблем, инструменты роста, вы делаете его жизнь лучше напрямую. Второе. Инфобизнес легче любых других видов бизнеса переводится в дистанционный режим управления. Никакой другой вид бизнеса нельзя так просто совместить с путешествиями, как инфобизнес. Третье. Инфобизнес поддается полной автоматизации. Для большего числа задач инфобизнеса уже давно написаны готовые программные коды, сервисы и тому подобное. Четвертое. Инфобизнес не имеет территориальных границ рынка. Вашими клиентами становятся не только люди из вашего города, но и люди со всей страны и даже со всего мира. И пятое. Инфобизнес имеет очень высокую маржинальность. В обычном бизнесе ваша прибыль составляет 10-20-30% от оборота. В инфобизнесе от 60% до 80%. И теперь пять основных мифов относительно инфобизнеса. Первое. Требуются большие вложения. Это не так. Не буду долго аргументировать, просто скажу, что я принципиально запускаю все свои новые проекты с нулевыми вложениями. Свой инфобизнес, который принес мне 12 миллионов за первый год, я запустил, вложив в него ровно 5000 рублей. Второе. Нужно быть экспертом. Это тоже распространенное заблуждение. Если вы не являетесь экспертом в какой-то области, вы можете создавать продукты силами специально привлеченных сотрудников или партнеров-экспертов. Третье. Нужны технические знания. Многие сейчас рассказывают технически сложные пути запуска инфобизнеса. Поэтому появился такой миф. В следующей части этого видео я расскажу вам свою схему запуска, которую я использовал. С ней справится и подросток. Мозги, да, бывают нужны. Особые технические знания нет. Четвертое. Инфобизнес – это обучение инфобизнесу. Так думают люди, которые не понимают тему. Курс английского языка – инфобизнес. Видео по похудению – инфобизнес. Книги по бизнесу – инфобизнес. Кулинарный сайт – инфобизнес. Видеокурс по фотошопу – инфобизнес. Многие люди уже являются инфобизнесменами, не зная этого. И пятое. Все хорошие темы уже заняты. Это одно из самых распространенных заблуждений. Ответ прост. Если в какой-то теме уже очень много бизнесменов, значит, там очень много клиентов. Значит, именно этим и стоит заняться. Потому что есть хороший спрос. Что, реально такая малина? В чем подвох? Это очень правильный вопрос. Потому что он отражает одно из фундаментальных свойств психики любого человека – инертность. Не очень понятно? Объясню на примере. Представьте себе следующий диалог. Ммм, какой вкусный кофе. Обожаю ароматный кофе. О боже, где ты взял его? Я тоже хочу такой кофе. Вот там за углом кофейни бери американо с молоком. Вау! А что для этого нужно сделать? Вот тут налево, потом направо. Стоит 25 рублей. Что, реально такая малина? А в чем подвох? Абсурд, не правда ли? Но ведь именно этот диалог сейчас и состоялся между нами. Ммм, какой вкусный Бали. Обожаю 12 миллионов. О боже, где ты взял их? Я тоже хочу такую жизнь. Вот там за углом инфобизнес. Открой свою компанию. Вау! А что для этого нужно сделать? Трафик, фронт, продукт, оффер, бэк, продукт. Что, реально такая малина? А в чем подвох? Это называется инертность мышления. Очень полезная защитная реакция. Она помогает птичкам каждый год прилетать в одно и то же место, рыбкам перед нерестом находить ту же самую речку, а макакам подходить за кормом в назначенное в зоопарке время. И заодно инертность уберегает нас от всего нового. Побуждаю ходить только протоптанными, проверенными и понятными дорожками. Школа, вуз, работа. Школа, вуз, работа. Хотите попасть в необычное место? Попробуйте для начала пойти необычной дорогой. На этом ликбез закончился. Теперь к самой практической части. Что конкретно я делал, чтобы прыгнуть за один год с нуля до 12 миллионов? Сейчас все пошагово разберем. Среди моих учеников тысячи людей открыли свой бизнес. Уже есть первые миллионеры. Да и мой собственный бизнес, как видите, неплохо себя чувствует. Благодаря чему это происходит? Отчасти благодаря трем очень простым принципам, которые я исповедую в бизнесе. И которые передаю каждому своему ученику. Вот они. Первое. Выбирайте самый простой маршрут достижения цели. На одну вершину есть 50 маршрутов. Возьмите самый легкий. Второе. Запускайте и тестируйте новый проект вообще без вложений или с минимальными вложениями. Так вы будете уверены в рентабельности. Третье. Найдя способ, который приносит деньги, прекратите искать новое и начните максимально масштабировать именно этот способ. Итак, что я сделал? Самый простой путь – пойти учиться. Я нашел первый попавшийся недорогой курс. Стоил он около 25 тысяч, кажется. Записался и начал впитывать. Стала понятна и схема из данных четырех элементов. Ладно. Я начал собирать конструктор. Сначала трафик. Какие есть варианты? SEO, Direct, партнерская сеть, партнерские обмены, Target, YouTube, посты в социальных сетях. Анализируем. SEO – долго, сложно и дорого. Direct – быстро, но сложно и дорого. Партнерская сеть – дешево, но долго и сложно. Партнерские обмены – дешево, но долго и сложно. Target – быстро и просто, но дорого. YouTube – дешево, но долго и сложно. А вот посты в социальных сетях – дешево, быстро и просто. А я не люблю усложнять себе жизнь. Значит, беру для старта этот канал. Двигаюсь дальше. Куда попадает мой трафик, чтобы столкнуться с фронт-продуктом? Есть четыре типовых варианта. Свой сайт плюс подписная база. Лендинг плюс подписная база. Таймпад плюс подписная база. Сообщество в социальной сети. Сайт плюс подписная база – много мороки, плюс нужны вложения. Лендинг плюс подписная база. Немного проще, но то же самое. Таймпад плюс подписная база неплохо, но не самый простой. Выбираю простое, но красивое решение. Не заморачиваясь с сайтами, лендингами и рассылками. Гоню трафик в простое сообщество ВКонтакте. Двигаем дальше. Какие есть типовые варианты по бесплатному фронт-продукту? Статьи, тексты, видео, инфографика, видеокурс, вебинар. Строю анализ по тому же принципу. Статьи долго писать, низкие продающие свойства. Инфографика нужно вкладывать деньги. Видеокурс продает лучше, чем статьи, но нужна куча времени на запись. Остается самый простой вариант – бесплатный вебинар. Еще и еще раз повторяю принцип. Выбирайте для старта любого проекта самый простой и быстрый путь, требующий минимальных вложений. Лендинг и подписная база – это хорошо. И, конечно, через месяц я уже перешел на этот вариант. Но к тому времени я уже сделал на этом проекте первые полмиллиона и понял, как что работает. Но никогда не начинайте сразу со сложного варианта. Если бы я начал с подписной базы, вместо того, чтобы получить первые деньги через неделю, промаялся бы пару месяцев. Едем дальше. Какие варианты по офферу? Тут тоже есть стандартный набор. Отдельный продающий лендинг, продажи в письме в рассылке, продажи через звонок менеджера, прямая продажа на вебинаре. Думаю, вы поняли, как я веду дела. Лендинг заказывать сразу нет, с базой возиться трудно, менеджеров с других проектов переводить на этот тоже накладно. Правильный ответ в передаче «Кто хочет стать миллионером?» Д. Прямая продажа на вебинаре. И нам остался последний вопрос до первой несгораемой суммы. В каком виде я буду предоставлять клиентам свой основной продукт? Варианты ответа. Видеокурс, личный коучинг, онлайн-курс из серии вебинаров. Видеокурс надо писать. Чтобы купить личный коучинг, ученики должны быть уже миллионерами. Просто и быстро. Курс из серии вебинаров. И все. Система собралась. Размещаю рекламу в пабликах ВКонтакте. Собираю трафик в своем сообществе. Провожу бесплатный вебинар. Продаю платный курс из серии вебинаров. Все. В сбор и проведение первого продающего вебинара я вложил 5000 рублей и две недели работы. А заработал с него 50 тысяч. Рой, коэффициент возврата инвестиций, оказался в три раза выше, чем у всех моих проектов, которые работали на тот момент. На вложенные 5000 рублей получаем 50 тысяч рублей. И здесь наступил момент истины. Та самая точка, в которой прогорают 90% всех инфобизнесменов. Итак, вы получили первую несгораемую сумму 50 тысяч рублей. Забираете деньги или идем дальше. На самом деле в этом месте решается ваша судьба. 90% бизнесменов именно здесь совершают ключевую ошибку. Они говорят «иду дальше». И в этот момент их шансы на успех падают до нуля. Они идут к сложным вопросам. Они взяли простую технику и с ее помощью сделали бабки. Но теперь они начинают быстро лезть в сложные вопросы. Они инвестируют деньги в видео, запускают сайты. Они тестируют рекламные каналы. Они ищут что-то новое. Расходы становятся непомерными. Вариантов действия образуется море. Что делать? Непонятно. Появляется ворох незавершенных начинаний. Сотрудники, задачи которых меняются каждый день. Расходы растут. И вот однажды в азарте игрок ставит все на последний вопрос и прогорает. Отличие бизнеса от игры «Кто хочет стать миллионером» заключается в том, что заработав простым способом 50 тысяч, вы можете сказать «Я беру деньги, а завтра зайду, повторю то же самое и возьму еще 50. Ладно?» И вы можете прийти на следующий день, ответить на абсолютно те же самые вопросы, сделать абсолютно те же самые действия и получить еще 50 тысяч рублей. Боже, как много бизнесменов не понимают этого. Как много людей усложняют свой бизнес в разы, в десятки раз. А самое главное, в игре под названием «Бизнес» вы потом можете нанять и обучить помощника, отправить его, он ответит на те же самые вопросы, заберет 50 тысяч, принесет вам, вы заплатите ему 5. Это называется масштабированием. Черт возьми, если какой-то элементарный процесс принес вам прибыль, в этот момент остановитесь! Не ищите новые процессы, не усложняйте, не вкладывайте деньги, тупо повторяйте! Сначала повторяйте сами, потом наймите людей, которые будут повторять. Ну что, теперь вам понятно, почему весь интернет на 4 месяца заполнился моим прекрасным лицом? Потому что когда сработала цепочка «паблик», «группа», «вебинар», «курс», я взял помощника и посадил его собирать все паблики, которые есть в ВКонтакте. Потом, когда он научился хорошо собирать паблики и размещать в них рекламу, я взял и нанял за двадцатку помощника для этого помощника, который сидел и всю неделю собирал новые паблики, а старый помощник уже размещал рекламу. Мама купила сыну программисту шампунь. Он ушел в ванную мыть голову, проходит 10 минут, не возвращается. Полчаса нету, час нету, два нету. Мама забеспокоилась. Мама пошла смотреть, заглядывает. Сын сидит почти лысый, весь зеленый, усталый, мылит голову шампунем. Она спрашивает, сынок, что с тобой? Он ей показывает. Мам, все по инструкции, читай. Намочить голову, намылить, смыть, повторить. О чем анекдот? О волшебной силе слова повторить. После получения первых денег, начинайте прямое копирование. Итак, внимание. Инструкция по изготовлению 12 лимонов. Разместить рекламу, провести вебинар, продать платный курс, предоставить курс, повторить. А можно усложнять? Можно, после первого полумиллиона. А можно сделать сайт? Можно, после первого полумиллиона. А можно как-то по-другому? Можно, после первого полумиллиона. А вот если? Пожалуйста, после первого полумиллиона. А вот вы тоже? Конечно, после первого полумиллиона. Сперва следуйте простой инструкции Разместить рекламу, провести вебинар, продать платный курс, предоставить курс, повторить Повторять до достижения нужного эффекта Конкретно, пока не обнаружите, что вы на бале, и что вы не можете никак привыкнуть к тому, что вы миллионер Вот так добывается кофе в этой кофейне Я не говорю, что она самая лучшая Не говорю, что она единственная Просто я взял свой кофе так А сейчас поделился своим маршрутом А где лично вы окажетесь через год? Касается только одного человека во всей вселенной И зависит только от одного человека во всей вселенной От вас Мне очень хочется, чтобы вы почувствовали этот вкус свободы Потому что я держал себя в клетке последние 7 лет И когда я вдруг вылетел из нее, я так и не смог понять, почему не сделал этого раньше Понимаете, я чувствовал себя белой вороной Общество, тренинги, телевизор Все убеждало меня, что я должен хотеть машины, дома, одежду И я изо всех сил старался хотеть всего этого Но почему-то дорогой автомобиль, большой дом не вдохновляли меня Я работал, я старался Я выстроил большую компанию Но внутри меня был какой-то дисконнект Я все время что-то строил и тут же разрушал это Мое вдохновение вспыхивало и через некоторое время угасало Чередовались периоды силы и усталости, азарта и лени Ни в чем не было стабильности Пока однажды я не залетел на Бали И меня не вскрыло Пока однажды я не понял, что я другой Что я хочу другую жизнь Мое богатство – это путешествия Мое богатство – это виндсерфинг Я хочу покупать самые классные образовательные программы От учителей со всего мира Хочу съездить к Далай-Ламе Хочу подняться в горы Квартира, машина, одежда Другие атрибуты городского богатства не вдохновляют меня Потому что я не хочу быть в городе Я хочу ходить по Тибету С небольшим рюкзаком Я хочу пройти на лайнере через океан Я хочу писать книги Хочу пробираться через снег на Северном полюсе Хочу летать на параплане Хочу слушать себя Искать себя Дышать жизнью, наполненной чудесами Я не хочу создавать еще и еще материальные ценности Мне кажется, их довольно Мы уже наделали кучу еды, домов, кофт, машин, компьютеров Мне больше не хочется заниматься этим Стремиться к этому Я хочу идти к себе Постигать себя Открывать себя Радоваться Смеяться Купаться в свободе Плескаться в море счастья И смотреть на радугу, возникающую от моих брызг Я не отвергаю материальные ценности Они очень важны Но мне кажется, что мы уже сделали все, что нужно Уже достаточно Мне хочется, чтобы человечество подняло голову Из производства материальных предметов И увидело новую цель Постижение человека Развитие человека Открытие человека И для этого я делаю этот фильм Еще никогда я не работал так уверенно Так мощно, как при работе над этим фильмом И я понимаю, в чем дело Дело в том, что я очень четко вижу, что хочу сделать Я хочу зажечь вас Хочу, чтобы вы стали первыми ростками Первыми звездами Первыми предвестниками нового мира Мира, в котором главная ценность Раскрытие человека Я приглашаю этим фильмом вас сюда, за собой В этот мир безумной свободы Который я открыл И который открываю каждый день Вновь и вновь Я 7 лет смеялся над инфобизнесом Пока неожиданным озарением не понял, что нет более светлой работы на этой земле Потому что книга – это инфобизнес Тренинг – это инфобизнес Учебные курсы – инфобизнес С чем они имеют дело Какую задачу решают Одну единственную Развитие человека И достижение счастья Я зову вас в инфобизнес, друзья Потому что в этой шкатулке Мимо которой я 7 лет проходил, поморщив нос Я обнаружил такие ценности Которых не находил нигде Сегодня Вместе с выпуском этого фильма Замыкается удивительный круг моей жизни Заканчивается этап отрицания себя И начинается этап согласия с собой Я говорил себе, когда был физиком Все что угодно Только не занимайся бизнесом В итоге я стал бизнесменом В итоге я понял, что просто боялся И в этот момент я стал свободнее Потом, когда открылся мой тренинговый центр Я говорил себе грань Все что угодно Только не учи людей делать бизнес В итоге я начал учить бизнесу И понял, что в этом в 100 раз больше энергии Последний этап Последний уровень Последний виток Который замкнулся только что Я говорил себе Грань Но только Не учи людей инфобизнесу И вот плавая в море Я чуть не захлебнулся от смеха Когда эта мысль озарила меня Я говорил Только не бизнес Стал бизнесменом И раскрылся в этом Я говорил Только не учить людей бизнесу Начал делать это И энергии И денег Прибавилось в разы И вот я говорю себе Только не обучение инфобизнесу В этот момент Что-то смешанное Трепет и смех пробежали по моему телу Трепет от шокирующего откровения Смех от его дерзости Ну выходит Я должен начать учить людей инфобизнесу И в этом Мое предназначение Логика последних 7 лет Подсказывает только этот ответ Мы окутываем секс комплексами Не потому что он плох А потому что он прекрасен В нем так много энергии Что мы не можем принять ее Мы имеем сложные отношения с деньгами Не потому что они источник зла А потому что они прекрасны Это же в чистом виде Энергия человеческого творчества Просто она настолько сильна Что мы не выдерживаем ее Я боялся Да, теперь я могу признаться в этом Я боялся быть инфобизнесменом Не потому что в этом есть что-то неправильное А потому что это и есть мой путь Итак Я открываю курс по обучению инфобизнесу Аллилуйя Момент настал Я уже знаю, что я создал Одну из самых необычных программ во всем мире Я знаю, что когда вы получите мое предложение Вы подтвердите, что оно не имеет Даже близких аналогов на российском рынке Я знаю, что получив предложение Вы скажете, что это одно из лучших предложений О развитии бизнеса, которое вы слышали Я знаю, что когда вы услышите это предложение Вы подтвердите, что нужно быть полным идиотом Чтобы не принять его Я знаю, что получив это предложение Вы скажете, что это именно то, чего вы искали И что оно вам идеально подходит Я знаю, что увидев, как оно устроено вы воскликнете, ну ты грань даешь. Знаю, что вы будете в восторге. Я сделал для вас нереальный, космический, невообразимый курс по обучению инфобизнесу. Курс, который перевернет мир. Грань, у тебя там либо действительно что-то невероятное, либо ты самодовольный, надутый кретин. Совершенно верно. У меня там либо действительно что-то невероятное, либо я самодовольный, надутый кретин. Это же так круто, блин. Только так и стоит жить. Я предлагаю вам получить мое предложение. Узнать о моих программах и стать постоянным клиентом моей нереальной, крышесносной, безумной компании, как тысячи других людей. Или просто назвать меня дураком, как другие тысячи других людей. Короче, если вас зацепило, а вас зацепило. Рядом с этим видео есть ссылка, пройдите по ней, оставьте свои контакты, и я вышлю вам описание своей программы по обучению инфобизнесу. Посмотрите, охренеете и будете решать, учиться у меня дальше или нет. Послушайте свое сердце, там обязательно будет ответ. Чувствуете трепет? Не отнекивайтесь. Я знаю, что чувствуете. Это оно. Бывает такой момент в жизни каждого человека. И если вы дошли до этих строк, значит сработал фильтр. Тысячи людей закрыли это видео раньше, а вы не закрыли. Почему? Потому что вам со мной по пути. Я делал это семь лет. Отнекивался от своего жизненного пути. Я хочу призвать вас, не повторяйте этой ошибки сейчас. Если по спине бежит легкий холодок, если в мыслях борются густой туман и полная ясность. Если очень хочется, но очень страшно, значит делать этот шаг надо прямо сейчас. Потому что момент настал. Именно так она и выглядит. Возможность. Я обещаю вам только одно. Я светлый человек. Узнайте меня и вы подтвердите это. И каждый шаг, который я совершаю в жизни, я совершаю во имя Бога, во имя счастья, во имя развития и свободы. И сейчас этой искренней и горячей речью я объявляю всему миру. Я совершаю новый шаг. Я открываю курс по инфобизнесу. Для вас. Пройдите по ссылке, оставьте контакты и я скину вам описание программ. А там будь что будет, но будет в любом случае круто. Действуйте и будьте счастливы и свободны. Теперь хочу поплавать с дельфинами в море и понять их тишину. Вот мой следующий пункт назначения. И всем сердцем хочу, чтобы вы разделили со мной этот мир тишины. Жду вас на курсе. Искренне ваш, Сергей Грань. Кто же я такой? Нет ничего прекраснее поиска ответа на этот вопрос. Получите мое предложение прямо сейчас. Пока.